Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю за то, что вы с нами. Если это видео попалось вам совершенно случайно, подпишитесь на наш канал. У нас тут бывает интересный контент. Сейчас как раз один из таких со мной на скайп-связи. Шаманка из Харькова, Сейрош. Сейрош, здравствуй. Да, привет, привет. Привет, как настроение, как осень, как начался октябрь. Что для тебя конкретно сейчас самое главное в фокусе среди политических, экономических и военных новостей страны? Да осень. Осень нормально. Настроение тоже нормально. Работаю, как обычно, много, каждый день, без выходных. У меня ничего не меняется абсолютно. В политическом фокусе все те же вопросы, которые беспокоят абсолютно всех. Наверное, здесь, скорее, вопрос, на что я чаще всего отвечаю в последнее время. Но это все связано с поддержкой, со Штатами, с Европой. Короче, вот вся эта геополитика. Вся геополитика. Слушай, ну я тогда, мои вопросы не будут новыми. Они, наверное, просто на повестке дня у всех. Первое, что больше всего беспокоит, это то, что последнее время, последнюю неделю, этот отрезок времени буду называть временем, последнюю неделю все больше новостей о том, что у НАТО заканчиваются боеприпасы для снабжения Украины. Насколько это объективная информация? Насколько это правда? Что из этого враньё, которое пытается ослабить наш дух в такое сложное время? Как ты видишь? Насколько? Не совсем там, чтобы прям заканчивались так, как это преподносится. То есть тут же фильтровать нужно, как это преподносится. Вот. Просто мы говорим о специфике, о специфике передачи, о том, что нам могут дать в определённом количестве, а что действительно надо ещё изготавливать, да, в большом, опять-таки, количестве, потому что, ну, не может нам ни одна страна передать свой критический оружейный запас. Ну, то есть это то, что мы с тобой обсуждали, и я обсуждала на каналах миллионы раз по поводу того, чтобы войны-то не было очень давно. Никакой такой крупной, да, то есть поэтому, собственно, к ней никто не готовился. Абсолютно всем плевать. Все так, знаешь, аморфно атрофировались, и ничего не происходило. Вот. Паника, которую разогнали по поводу «всё, нас все бросили», вот эта вот вся история. Ну, вот это вот уже, знаешь, там прям исключительная такая вот вбросная. Местами дезинформация, местами ИПСО. Вот, для того, чтобы как раз у нас сложилось вот это вот впечатление, мы никому не нужны, ну, и пошло-поехало. Чтобы это изнутри, чтобы даже те, которые не занимаются добычей денег у Европы, у них падало настроение, а потом по цепочке, по цепочке, по цепочке ходят и к дипломатам высшего эшелона. Слушай, ну, а как, может, у тебя есть друзья в Европе, которые, может, среди наших зрителей есть кто-то, кто имеет таких знакомых в Европе, там, в Европе, устали от войны в Украине, хотя это звучит парадоксально? Там устали, на самом деле, давно. Это, ну, очевидная история. То есть там устали давно, но там, понимаешь, я уже объясняла про смещенный фокус. Очень интересный. И мы говорили с многими моими клиентами, с друзьями, которые находятся в Европе. У тебя как звучит фраза? У нас там, допустим, все подорожало из-за Украины. То есть у тебя фокус из-за Украины. А правильнее поправлять людей из-за России, не из-за Украины. Из-за России, ребята, у вас все подорожало. Украина как раз-таки ни при чем. На нас напали. Это же не то, что мы забираем у вас, там, я не знаю, ваши последние деньги, потому что просто нам так придумалось или нам так хочется. То есть это же не вот этот вот формат. И вот этот смещенный фокус, который внутри стран существует, он накладывает определенный отпечаток, некоторую агрессию. То есть я не докупил себе лишний, там, я не знаю, лишний пакет молока из-за Украины. То есть Россия вообще выходит из повестки дня, понимаешь? Россия вообще не при делах. Во всем Украина виновата. Это очень изящный смещенный фокус. Вот, вот, вот. Вот, поэтому у тебя некоторые, там, внутренние недовольства, националистические недовольства, они все-таки, ну, имеют вот этот вот психологический, понимаешь, контекст. И подтекст, который закладывался с самого первого дня, это такой вот, да, нюанс. Вот, второй нюанс, как это преподносится в масс-медиа и какие непопулярные решения принимают политики за счет своего государства. То есть здесь же тоже очень интересный момент. Если ты помогаешь Украине за счет нужд своего государства, отодвигая их на второй план, рано или поздно это приведет к тому, что твой народ начнет задавать тебе вопросы, какого черта. Ну, то есть, типа, вот здесь опять тоже, понимаешь, вот такой момент. Но это такая большая геополитическая, психологическая игра. Ну, главное понимать, нас никто там не бросил с концами. Нету такого, что нас все покинули, опрокинули. Вот эти вот нагнетания, вырванные из контекста, заголовки короткие. Мой совет, всегда читайте полное интервью, смотрите полное интервью, переводите полное интервью самостоятельно. Всегда имейте расширенный контекст. Потому что даже наш с тобой разговор, абсолютно любой, можно нарезать таким образом, что будет складываться совершенно не то впечатление, которое должно складываться, понимаешь? То есть, вот, здесь такая же история. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Потому что, когда мы смотрим вот этот вот заголовок, какой-нибудь военный эксперт сказал то-то, то-то, так-то, так-то, оно там, знаешь, тремя предложениями, а выясняется в контексте разговора, что это было вообще первично перед этим, была сказана фраза «смотрите как пример», ну, я утрирую, да, то есть, типа, а потом шла какая-то речь, которую выдернули, ну, короче, это вот прям, ну, ну, медиа умеет правильно влиять и неправильно влиять на восприятие окружающего мира. Поэтому делим все на 50. Перестаем паниковать без повода, с поводом разбираемся, кому интересно и кто хочет участвовать в какой-то подкрепленной дискуссии, тогда задачитесь вопросом, на каких там, вот, давай так, банально, сейчас там разговоры, вот нам там так и не передали ленд-лиз и так далее, и тому подобное. У вас в открытом доступе договор по ленд-лизу. Ознакомьтесь с ним, посмотрите на него, задайтесь вопросом, хорошо ли это или плохо, на самом-то деле, с учетом того, на каких условиях выдавался бы ленд-лиз и чем его заменили. Ну, короче, то есть, типа, есть нюансы, очень много нюансов. Ну, блин, получается, что такая, запускается сначала эта информационная такая утка и потом ее разносят, разносят люди, разносят просто по верхам. Хорошо, следующий вопрос тоже касается этого же поддержки. Байден анонсировал большую речь по Украине, когда она будет, увы, не нашел точной даты, но я думаю, что в ближайшее время. Как ты видишь, о чем это будет речь, неужели у штатов заканчиваются деньги на поддержку Украины в войне против России? И насколько деньги у такой страны, как Соединенные Штаты Америки, могут закончиться? Я бы не сказала, что речь будет об этом. Нет, речь будет, наоборот, о короле Пентакли, то есть о чем-то фундаментальном, о том, что нужно, да, придерживаться какого-то правосудия, то есть, соответственно, да, каких-то правовых уже подписанных договоренностей, плюс ли речь будет о дьяволе. Это контракты, опять-таки, договоренности, но еще более, скажем так, обязывающие, местами ультимативные, да, кроме правосудия, которое подписано на бумаге. Про колесницу, то есть про развитие, про передачу и так далее, и тому подобное. Единственное, я уже говорила по поводу поддержки штатам, единственный риск по штатам это уменьшение количества поддержки, но не совсем, короче, не совсем отмена любой поддержки. То есть здесь момент того, что, может быть, снизится сумма или снизится количество там в каком-то ключе, но это не полное отсутствие поддержки, то есть это не так, что, опять-таки, нас бросили прям совсем как котят. И это не мизер, как многие думают, нет. То есть может быть какой-то там этап уменьшения, но не более того. Хорошо, хорошо, важная тоже, важная точка зрения, потому что на следующий год где-то проскочила информация, что уже там уменьшают эти пакеты помощи финансовой, при том, что они вот-вот еще были там многомиллионные, много сотен миллионов долларов. Следующий вопрос, не хочу, чтобы он был провокативным, но есть как есть. Как ты видишь, как ты чувствуешь, правда ли, что Украина готова фиксировать территорию по фактической линии боевого соприкосновения в обмен на членство в ЕС и репарации под 1 триллион долларов? Смотри, я так подозреваю, из того, что вижу, у этой информации есть пидгрунтя, то есть, возможно, такой вариант проскакивал в разговорах, выводился как какой-то возможный, ну, короче, вот эта вот вся история, типа в таком ключе. Вот, принят ли этот вариант? У меня категорическое нет. Ну, то есть, вот прям категорическое нет. То есть, мы ушли от принятия подобного решения, буквально мы взяли и ушли от принятия подобного решения. Вот, и навязывание, да, подобного решения. То есть, у меня не выходит, чтобы мы приняли эти условия. Ну, никак. А как ты видишь, по какой причине ушли? По причине совести, нецелесообразности или, возможно, ожидания другого какого-то решения? Тут все вместе. Ну, мы говорим про, как бы это сейчас пафосно не звучало, мы говорим про карту императрицы, про фундаментальную карту земли, территории, матери земли и вот этого вот абсолютно всего. Понимаешь? Давай мы даже, ну, давай так. Мы с тобой берем и раскручиваем этот вопрос даже без сторон. Чисто логично. У нас есть оккупированные территории, есть старооккупированные территории, и есть снова оккупированные территории. Ты представляешь количество погибших за эти территории за 9 лет наших парней, мужчин, девочек, девушек, детей и всего остального. Ты понимаешь, какая сейчас кровопролитная идет война, да, то есть вот в этом ключе. Ты представляешь, что будет в стране и что будет с правящей, так сказать, верхушкой нашей страны, если будет принято подобное решение. Вот те все ребята и все те жены и все те братья и сестры, которые подрастают, допустим, сейчас они, да, им по 15, по 16, год, два, даже до этого. Ты представляешь, взрыв внутри страны. Но страна, люди не простят руководителям страны подобного решения, но не простят в большой массе. И вот эта вот вся линия фронта, она просто уйдет куда-нибудь на банковую, понимаешь, вот просто целиком. Это будет смятено к чертовой матери абсолютно все. Вот, это первый момент. Второй момент. Оставить эти территории, чтобы что? Чтобы прошло 5, 7, 10 лет, сосед накопил ресурсов, даже при другом правителе, и опять пошел со своими имперскими замашками, слишком много было вложено, поставлено на кон, для того, чтобы этого не допустить. То есть это ты просто, ну, опять отстрочишь. Опять отстрочишь, как это произошло с Донецком и Луганском, понимаешь, ну, как бы с Крымом. Это не просто прогнуться, это лечь под политическую линию России. Ну, то есть это просто, не просто просрать свою страну, это продать свою страну самым ужасным образом. Это опять приведет к чему? К взрыву, ты понимаешь, внутреннему. Либо к сумасшедшему оттоку, сначала к взрыву, потом к сумасшедшему оттоку из страны. Кто у тебя там останется жить? Ну, грубо говоря, пенсионеры и дети, которым некуда ехать до поры до времени. Не то, у кого есть, у пенсионеров дети за границей, будет сделано все, чтобы свою бабулю вывезти, понимаешь, чтобы бегом куда-нибудь в ту же Чехию или Польшу. Это невыгодно даже Европе, потому что Европа и так перенасыщена иммигрантами, да, вынужденными беженцами. В огромном количестве. А что будет при таком раскладе? Ну, это прям штурм, штурм европейских фортетс, понимаешь, иммигрантами и беженцами. Ну, то есть это трэш. Трэш, который... Сложно даже представить, сложно даже описать. Не могу себе представить, как это выглядит, если выходит такое сообщение в СМИ, в газетах по новостям, что вот кто-то там на верхушке решил фиксировать территорию по фактической линии боевого... Нет, это будет трэш, и плюс я еще поверю в возможный переговорный процесс с выходами на границы 24 февраля, то есть Донецк, Луганск и Крым. То есть там я верю еще в какой-то такой, знаешь, утопический, ну, в кавычках, переговорный процесс и, да, давление. Там я еще понимаю момент военно-политического решения, да, и он не вызовет вот прямо такого момента, если мы будем понимать, что мы глухо стали, да, в очень перекопанный, в очень укрепленный там Донецк или в очень укрепленный Луганск, ну, вот такого формата. И то, даже этот вариант, он есть, он призрачный, но он призрачный, понимаешь, даже вот вариант остановки на границах 24 февраля. Поэтому, ну, здесь или мы, ну, или мы сражаемся до конца или нет смысла вообще сражаться в таком случае. Ну, я так вижу, что у нас курс, мы сражаемся до конца и другого варианта у нас нет. Ну, или по-другому мы потеряем страну. Мы ее просто потеряем, вот прям совсем, вот прям с концами, это не фигура речи. Мы прям ее потеряем. У нас будет какой-нибудь пример в самом худшем варианте пример Грузии, понимаете, то есть, когда у тебя-то президент проевропейская, а весь парламент у тебя пророссийский. То есть, опять, опять те же, те же бубенчики, только в профиль, понимаешь? Опять какой-нибудь Янукович или Мертвичук 2.0. Мертвичук. Ну, да. Хорошо. Почему тогда на этом фоне появляются новости о том, что Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в ее блог и могут ли быть переговоры на эту тему в декабре? Мы смотрели вчера буквально переговорный процесс по поводу ЕС. У меня как хитро выпадало, что у нас, скорее всего, что-то назначено будет до Нового года, а, скорее всего, там уже переговорный процесс больше выпадает после Нового года. Я так подозреваю, что, возможно, дату какую-то, назначен до Нового года, утвердят, а вот уже переговор, процесс будет после Нового года. Но, опять, это то, о чем мы говорили, когда кто-то из каждого утюга орал о том, что нас вот буквально завтра примут в ЕС, а послезавтра примут в НАТО. Я постоянно говорила о том, что, ребята, это утопия, это серьезный, тяжелый, бюрократический момент, это волокита на года. Ну, это волокита на года. Плюс мы еще не выполнили ряд нужных реформ, важных реформ, за которые нас вот так вот с вами просто каждый день, понимаете, вот за эти реформы, просто во все щели, которые только есть. И давление тоже с этой стороны на партнеров, непопулярные решения, которые ты не можешь принять сейчас во время войны, потому что тебя съедят просто с потрохами и не подавятся. Ну, то есть тут надо опять-таки фильтровать, где это внутренние решения нашего руководства, нашей страны, а где это давление на руководство страны, да, то есть о том, что должно быть. Ну, то есть тут же что же? А решения достаточно непопулярные, которые выдвигает нам и НАТО, и Евросоюз. Они настолько непопулярны, что возникнут вопросы, а так ли мы хотим, понимаете? Ну, то есть, типа здесь вот такой вот момент, и, ну, он как бы важен. Нет, переговоры по-любому по ЕС будут, я вообще удивлена, что их настолько затянули, именно момент начала разговора. Вот, они произойдут. Да, да. Хорошо, окей. Тоже про давление, но на Зеленского. Как, два вопроса. Как ты думаешь, давят ли на Зеленского, чтобы он проводил выборы в условиях войны? И второй вопрос, произойдут ли, проведут ли их, при том, что Зеленский сказал, что он не против, это возможно теоретически, если выделят деньги на все это, чтобы не забирать у армии? Давят, и давят, ну, правда, давление в целом на Украину. Там не только в Зеленском, давай так, у нас же не только свет клином на одном Зеленском сошелся, да, то есть у нас там и советники президента, и аппарат управляющий, вот это вот вся история. Давление на управляющий аппарат в лице нескольких там лиц, десятка лиц, он осуществляется, король мечей. Давление серьезное. По поводу выборов действительно давление есть, и есть очень большой вариант, реально есть очень большой шанс того, что дожмут, действительно, до того, чтобы выборы произошли. И вот здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой. Мало того, что у нас проблематика технического, да, выполнения этих выборов в условиях войны. Это первый момент. Второй момент. Зеленский дал обещание не баллотироваться на второй срок. А если он пойдет баллотироваться на второй срок, это предательство, нарушение своего обещания. С другой стороны, если он не пойдет баллотироваться на второй срок, мы попадаем с вами в вопрос того, кого и при каких условиях мы будем убирать, вернее, выбирать, и как он будет поддерживать договоренности или придется передоговариваться, или вообще человек будет нам с вами подавать одну информацию, а когда заступит на пост президента, я не знаю, примет непопулярное решение отдать территорию, понимаете, одной росписью. Ну, я утрирую, но тем не менее. У нас нет этой гарантии. Ну, то есть у нас этой гарантии нет. Потому что рассказывать с экранов, я всех спасу, линия нашего руководства, я вместе с вами, а потом по крысе принять какое-то подобное решение, то есть мы не можем давать гарантии даже за самого там, я не знаю, прекрасного, выдающего себя за патриота персонажа, любого в политическом ключе. И получается у нас Зеленский остается при потенциальных выборах, нарушил обещание, предатель не негодяй, не держит слова. Зеленский уходит, предатель не негодяй, как так, с тобой же договаривались, с твоей командой договаривались, как мы теперь будем передоговариваться. И вот тут сидишь такой, и, и, и че? И че? Плюс, если мы глобально посмотрим на ситуацию в нашу военную, и это честный ответ, а у нас с вами нету сильной оппозиции, именно сильной оппозиции в противовес, в государстве всегда какое-то интересное сражение оппозиционное происходит, да, если мы говорим про нормальные выборы. У нас всегда есть яркие представители двух каких-то групп, которые могут двигаться по одной линии, смотреть, например, на европейский курс, но по-разному. Но это оппозиция, сильная оппозиция, то есть где у тебя действительно сражение идет там в несколько голосов, да, то есть когда у тебя там тут 30, тут 33, да, то есть когда у людей там интересный актив, у тебя есть. У нас сейчас проблема с сильной оппозицией, у нас, ну, грубо говоря, кроме там Порошенко, у которого есть определенная группа фанатов, да, то есть у нас-то есть сильная оппозиция. Если бы у нас шел потенциально баллотироваться там, я не знаю, Залужный, потенциально баллотироваться Буданов, там бы я бы еще, ну, да, или около того, я бы понимала бы, там могла бы быть народная поддержка в это направление. А у нас нету сильной оппозиции. Она у нас, оппозиция есть, но не настолько сильна, чтобы прям, прямо вау и дебаты и прям сражения такие политические, вот эта вот вся история. Короче, мы с вами на самом деле в некотором политическом тупике. Что с этим тупиком делать, пока непонятно, ну, потому что у нас война. И ничего ты такого на самом деле, к сожалению, кардинального другого во время войны не сделаешь. Техническая составляющая проведения выборов для меня вообще выглядит абсолютно нереалистично. Я не понимаю, как парни в окопах должны кого-то выбирать и девушки в окопах, как парни с нуля должны ехать и за кого-то голосовать. Сколько месяцев тогда должно это голосование длиться? Тут вот отпуска людей не отпускают, они будут голосовать. Откуда? Через что? Чтобы что? Для чего? Ну, то есть, мне непонятно. Мне непонятно, как наши уважаемые партнеры технически видят это вообще. Как это может реализоваться, когда у тебя в стране война? Здравствуйте, у нас режим тишины, сейчас мы отойдем на пару дней, проголосуем и вернемся, или как? короче. Вы тут постойте, да, вы тут постойте. Да, то есть, как это вот, ну, хорошо, давят, 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 надо демократию. Прекрасно давят. Как мы это будем реализовывать? Может ли быть проявлена наша демократия каким-то образом, когда будет проведено голосование всеукраинское, за то, чтобы проводить или не проводить выборы, и все украинцы проголосуют за то, чтобы не проводить, потому что идет война, во что с ума сошли. Так, так, демократия может проявиться? Может ли проявиться демократия каким-то... Там сейчас думают, да, думают по этому поводу, я так понимаю, пытаются искать механизмы того, чтобы продемонстрировать момент всратости этой идеи, понимаешь? Ну, то есть, типа здесь вот такой вот момент. И как бы мне там злостно бы не писали в комментариях, скажем так, обожатели, да, нашей там, некоторой оппозиции про узурпацию власти и так далее, и тому подобное, я же еще раз говорю, технический момент проведения выборов. Технический момент. Все упирается даже в технический момент. Не даже, уже не столько в кандидатов в техническую возможность. Ну, или как, или жена будет голосовать за мужа, отдавать два голоса, и вы знаете, бой на нуле стоит, я за него тоже проголосую. Ну, это же не окей. Ну, да, а работа дельниц для голосования, скопления людей. Конечно, конечно. Перевести, перевести это в онлайн, это нифига не демократическая, не честная история. Ну, то есть, типа, абсолютно. Короче, вот такой, вот такой болезненный вопрос, все чаще и чаще его поднимают, и все, ну, самое важное я вынес сейчас из твоего спича о том, что готовят какой-то, какой-то, какой-то способ показать, что это, это полная фигня, и это работать не будет. Пока у нас идут, пока у нас идет война. Слушай, дорогие зрители, напишите, что вы думаете в комментариях, тоже интересно услышать ваше мнение, интересно, считаете ли вы голосованием онлайне демократическим способом, или все-таки нужно, чтобы ты пришел на дельницу голосования по месту прописки, или как минимум в другом городе, но со своим украинским паспортом. По поводу еще украинцев, но уже в Польше. Польша отменит, вероятнее всего, финансовую помощь для украинцев в начале 2024 года. Что грозит украинцам в Польше с 1 января 2024 года? И грозит ли что-то? Там, смотри, что у меня выходит. Во-первых, там уже какие-то процессы начали происходить по поводу выплат, да, и вот эта вот вся история. У меня, скорее, больше выпадает не полная отмена, а как пересмотрение выплат. То есть теперь это будет как-то более жестче контролироваться. И поэтому может быть период, когда выплат там не увидят, пока идет вот этот вот перерасчет, актуализация и вот эта вот вся история. То есть у меня больше внесение корректива в существующий механизм, который бюрократически затягивается из-за этого какой-то промежуток времени люди могут сидеть без каких-то выплат, пока не произойдет этот перерасчет и подтверждение, что ты имеешь на них право, и каким образом и так далее и тому подобное. Здесь тоже с другой стороны, Леша, понимаешь, можно понять этот момент, потому что, ну, когда ты сидишь в чужой стране, сидишь ты там уже полтора года, ты даже не удосужился пойти на курсы языка, ты даже не заморачиваешься тем, чтобы учить, пытаться, работать, делать. интегрироваться как-то в общество. Интегрироваться в общество. Ты просто сидишь и получаешь деньги. Вопрос, ну, а чем ты, чем ты вообще в таком случае даже как беженец полезен? Полезен, да, действительно, как единица. Ну, просто так тебя вообще совершенно бесплатно там, ну, грубо, давай, давай грубо, ну, кормить. Ну, то есть здесь, здесь это скорее про пересмотр Польшей до сильности выплат. То есть, да, многих их лишат. Вопрос в том, как, как вы, ну, огромное количество, имея огромный, огромный срез по обществу, да, которая ко мне обращается там за консультацией, прям огромный, разнобойный срез. Вот, я понимаю, что все эти люди, которые вынуждены бежали от войны, чаще всего в нормальном ключе, нормально интегрировались, да, в общество, но мне все равно попадаются люди, которые вот так вот. Ну, я жду, я ничего не буду делать, я не хочу учить этот немецкий, я не хочу учить этот чешский, зачем оно мне надо, ну, я хожу на эти курсы, я на них хожу, это постоянно, я одни курсы закончила, ничего не поняла, так и не разговариваю, пошла на вторые курсы, ну, мне же платят выплаты, ну, такой прецедент тоже есть, понимаешь? Мне платят, вот и я должна ходить, вот сейчас была на одних, походила, да, ничего не поняла. да, но платят, платят, вот я хожу. Ну, вот да, и поэтому будет пересмотр выплат и тех, кому эти выплаты полагаются теперь. Интересная тоже тема, при том, что частенько в ТикТоке могут проскакивать такие видео, где поляки в какую-то конфронтацию вступают с украинцами, а последний, там даже был небольшой момент даже с парнем, который пел, пел песню на русском в Варшаве. Окей, с этим разобрались, но давайте доживем до 2024 года, посмотрим, что будет там. Еще одна важная тема, которая вот проскочила вчера на новостях, на телеке в главных новостях, это Е-реестр военнообязанных. Насколько реально картина, что повестки будут высылать в ДИЮ, насколько реально то, что все цифровизуется и все будет через какое-то приложение в телефоне. Сейчас даже запускают слухи о том, что будут блокировать счета на карточках, ты не сможешь воспользоваться ничем, нигде и полностью остановишь свою деятельность до тех пор, пока насильно не придешь в военкомат. Проблематичная деятельность, это все еще выпадает по тяжелой ноше, на самом деле достаточно поверхностная история, есть множество технических нюансов, да, они пытаются это как-то вывести в правосудие, в единую какую-то штуку, и вот тут начинается трэш и угар, что делать с теми, кто числится в Украине, но выезжал в первые несколько дней и по факту выехал там, грубо говоря, теперь не совсем законно, да, это первый момент, что делать с теми у кого буквально нету прописки или прописка на оккупированной территории, как вы их собрались там искать, что делать с теми, кто скрывается и скрывается довольно хорошо, что делать с ошибками в реестрах, которые подтягиваются, когда у человека в одном реестре один адрес, во втором второй, в третьем третий, потому что там он не обновил, ну короче, вот это вот абсолютно типа вся история, вот, просто так, блокирование счетов, это тоже по правосудию нужно подготовить аргументы, прецедент, законный для подобного, ну короче, для такой штуки, прецедент, который не может оспорить хороший юрист, а у нас с этим всегда проблема, то есть, ну типа у нас всегда есть закон, есть лазейка в любом случае, там хороший юрист всегда может размотать, и это такая техническая прям такая сторона, опять, что делать с теми, чьи архивы сгорели, ну вот просто сгорели, ну нету их, ну вот нету абсолютно ничего, вот как у меня в моем педагогическом университете, ну то есть, у нас разбомбила нашу кафедру украинского языка, ее просто не существует, в нее попал Искандер, там хранились военники, и там хранились некоторые данные резервные, да, про заканчивание военной кафедры, потом, это было танковое, танковое тоже разбомбили, и еще архив сверху разбомбили, вопрос, где кто будет искать дело, где оно, ну то есть, типа, вот в Харькове, допустим, с этим огромная проблема, там везде, где эти дела хранились, ну там прям, типа, 80% этих архивов их нет, цифровизация не по всем прошла, то есть, внесли, успели внести каких-нибудь более, скажем так, недавние, да, а те, которые там бородатых годов никто ничего не повносил, ну то есть, и что, а оно все сгорело в архиве, как вы собрались это отслеживать, где, куда, ну короче, это очень тяжелая история. Получается, такой недоскональный технический процесс может еще больше усугубить ситуацию? Конечно, естественно, мало того, что усугубить, мало того, что могут возникнуть ряд вопросов, мало того, чтобы это будет работать местами в холостую, я же говорю, ну вот, у вас ошибка в реестре, вы высылаете повестку человеку, который проживает давно уже не по тому адресу, например, такое тоже абсолютно нормально встречается, вообще не по тому адресу проживает, тут же, блин, лет пять не там, ну, короче. При том, что это распространенная ситуация у людей, что они прописаны в одном месте, а живут и деят, деют в совершенно другом. Но, в общем, обсуждают, поднимают такую тему, опять же, ТикТок, в прошлый раз мы обсуждали с тобой тему 3-4 октября, ковровая бомбардировка и так дальше, высадка в Одессе, в десанты, десанты в Одессе, ничего не произошло, точно так же я вот нахожу такую новость, и я понимаю, что это тоже может быть местами вброс, чтобы людям было о чем поговорить, о чем понервничать. Хорошо, последний вопрос, это о предложениях оккупантов ударить термоядерной бомбой по Сибири. Похоже на шутку, на боброведку Симоньян уже взъелись те, кто живут в России и сказали, вы что там, с ума сошли, что хотите сделать это в Сибири, сделайте это в Москве. В Москве Симоньян говорит, что это не будет иметь такого эффекта. Как ты видишь, очередная страничка ИПСО на территории Украины использования ядерной ракеты Путина, или же все-таки что-то готовится и что-то может произойти такого характера? Ну, смотри, если ты про вот эту вот, да, новость тестирования там ядерного вооружения, которое проскакивало, значит, смотри, ну, во-первых, они в период войны уже тестили свою сатану, и если мы помним, заявлено это было как раз тестирование ядерной межконтинентальной ракеты, а на деле оказалось, что тестировался всего-то ракета-носитель. И вот здесь приблизительно такая же история с тем, что это громкое заявление, мы будем тестировать бимбу, а на деле, а на деле, опять, скорее всего, это будут учения по, опять, там, шлюзы, знаешь, типа ракета-носитель, ну, то есть, это вот эта вот история, то есть, это, ну, ядер, ну, ты серьезно, я все еще ставлю, я пересматривала эти вопросы миллионы раз, и я все еще ставлю под огромное сомнение качество, ядерного вооружения, которое находится на территории России. Прям под огромное, вообще, под огромный вопрос я ставлю, насколько его не раскрали, насколько его держали в нужном, вообще, в нужных условиях, насколько его деятельность поддерживали, насколько оно протестировано, действительно протестировано, а не как у них космическая программа, понимаешь, то же самое, ну, то есть, типа, вот это вот все, вот это вот все, я ставлю под огромный вопрос, насколько оно там вообще дееспособно, и не будет ли это так пи-пунь, и грибочек вырос, понимаешь, там же, там же откуда запускали, то есть, ну, опять, ну, мир, мир не дураки, мир тоже готов к разного рода развитием событий, и очень много интересных нюансов. Ну, короче, да, и здесь, ну, блин, ну, опять, их Сатану, та, которая у них как раз там одна из ракет, ее долго до 14-го года вообще обслуживал завод в нашем Днепре, после 14-го обслуживать перестал. Что там с 14-го по наше время случилось с этой ракетой без обслуживания тех, кто эту ракету знает, непонятно. Насколько там все раскрали в этой деятельности, тоже непонятно, понимаешь, насколько оно вообще дееспособно, очень маловероятно. Вот эти вот тестирования ракетоносителей, на этом как бы и все. То есть, вот эта хваленая армия, вторая армия мира, во-первых, точно не держит под контролем какие-то ракетоносители, а во-вторых, рисует самолеты на взлетных полосах, потому что их у них нет просто, да? Ну, опять, я же еще раз говорю, если у России все так прекрасно, как об этом рассказывается, почему она ищет, у кого взять боеприпас? Почему она бегает по оставшимся трем коллегам в этом мире, пытаясь хоть что-нибудь вообще произвести и сделать? Если же все так прекрасно. Если все так прекрасно, почему рубль практически сто, понимаешь? Ну, если у вас все так хорошо. Ну, если у вас все так хорошо, то почему не во что обувать и одевать ваших военных? Если у вас все так прекрасно, зачем вам контракт с Северной Кореей? Если у вас все просто невероятно замечательно вообще, почему у вас сменился нарратив с Киев за три дня? Да, да, о, мы воюем с украинской армией и натовскими наемниками. Ну, то есть, почему же это растянулось? То, что должно было быть сделано в вашей голове и анонсировалось за неделю, растянулось больше уже, чем на полтора года. Два скоро будет. Вопрос, как так? Ну, как так? Если все так замечательно. Если все так замечательно, почему воят о коррупции внутри даже ваши военные? Говорят о том, что ну просто разокрали все. Тебе дают танк, а на нем ничего нету из дорогого. Из каких-то там чипов, вот этих вот всех штук, да, там, то есть, эти тепловизоров и так далее. Снять везде платы все. Украли все, что можно было украсть. То есть, ты расконсервировал танки, а там вот это, знаешь, открываешь сарай, а там один старый, ржавый, который при тебе как в мультиках на бок покосился. Ну, если все так хорошо, то как так? При том, что на всем этом фоне украинцы изобретают плащ-невидимку от тепловизоров, который может скрывать тепло тела и быть более комфортно себя чувствовать в полевых условиях. И второе, украинцы в разы превосходят россиян в пользовании FPV-дронами и использовании их. И там это число увеличивается, увеличивается. Есть график в интернете, где сначала это было одинаково, а потом в разы, в разы, в разы. То есть, техническое превосходство, все-таки Украина все больше растет с каждым днем. Я хотел последний вопрос задать. Когда будет хорошо? Это очень абстрактный вопрос. Ну, когда? Он абстрактный, может быть, риторический вопрос. Будут ли в ближайшее время хорошие новости? В ближайшее время хорошие новости будут. Да, они там будут опять касательны преимущественно тыловой интересной работы. То есть, да, это однозначно будет. Будем этого ждать. Будем на это смотреть. Будем армии продолжать помогать. Потому что без нас, давайте говорить честно, вот, без нас ребятам там очень-очень сложно. Поэтому я понимаю, что уровень донатов, он упал. Но, ну, тем не менее, это нужно делать. Это нужно, потому что мы являемся поддержкой. А тема с F-16 уже закрыта в этом году? Я вообще по F-16, я же тебе еще раз говорю, я больше, чем уверена, что те сроки, которые анонсируются, совершенно не те, которые будут на самом деле. Вот так, да. Мы говорили о том, что если эти самолеты прилетят, то никто об этом не будет объявлять и делать пост в Твиттере, в Фейсбуке и видео на Ютубе. Саш, спасибо большое. Это был последний вопрос. Я очень хочу, чтобы хорошие новости были как можно скорее. И для всех, может быть, до конца этого года дождемся смерти Путина. Это будет великолепно. Спасибо тебе большое за ответы. Благодарю за время. С нами на связи была Шаманка Сейрыш из Харькова. Подписывайтесь на все ее соцсети. Мы оставим полезные линки под этим видео. Кстати, также можно записаться на консультацию. Вы сможете найти все это. В общем, ищите и найдете. И оставляйте в комментариях свои вопросы. Интересно, что украинцы думают по поводу выборов во время войны. Считаю, что это просто полнейший бред. Но если у вас другая точка зрения, напишите конструктивно. Хочется посмотреть еще на какую-то мысль. Почему это хорошо? На этом пока что все. Вы смотрите канал People Life. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok